Привет, это Комяк. Меня зовут Павел, я занимаюсь правами потребителя, занимаюсь недвижимостью, магазинами, ресторанами и всем-всем-всем все, что связано с потребительством, с потребительским рынком. Как видите, на мне сегодня рубашка цвета кухонного фартука. Ну, знаете, кафель такой на кухне ставят. Поэтому, собственно, сегодня тема недвижимость. Йоу-йоу, здоровочки. Я сейчас, смотрите, на стройку пришел. Здесь у нас стройка. Это у нас пик строит. Знакомый чувак, который занимается именно приемками квартир, помогает людям, да? А он говорит, здесь такой трэш, здесь такое говно, прям косяк на косяке ужасное. Поэтому, говорит, ну, такое надо публиковать, фиксировать и публиковать, рассказывать людям, чтобы они знали, с чем связываться. Поэтому я и пришел сюда. Здесь не мои клиенты, я их вообще не знаю, что это за люди, почему они выбрали этот объект и так далее. Не знаю. Просто разрешили пофиксировать и поделиться с вами со зрителями. На самом деле, дома ужасно здоровенные, и это панелька. Моя фишка, то, что я люблю, это, конечно, фиксировать все косяки и в строительной экспертизе указывать прямые убытки. То есть, сколько надо будет денег, чтобы собственник все это восстановил своими силами. У нас 29-я статья Закона защиты прав потребителя и 214-й Федеральный закон, 7-я статья. Прямо дают право покупателю забрать вот эти деньги, вот эти убытки, финансы, которые пойдут на это все. Я, в принципе, склонялся всегда к этому варианту, потому что, ну, не доверяю такому застройщику, который сделал много косяков. И, естественно, не хочу с ними разбираться, потому что назначим 30 дней, через 30 дней приходишь, а там все опять плохо. И мучиться-мучиться лень, неохота. Поэтому я выбрал вот такой путь, он самый оптимальный, выгодный, тем более, когда там без отделки. То есть, ты в любом случае все это будешь делать, переделывать, но в итоге, получается, просто сэкономишь деньги. Конечно, долго уходит время на экспертизы, на претензии, на суды, но по факту какую-то сумму с ремонта тебе реально компенсируется, а может даже и здесь. А на этом объекте, вот на этом объекте, мой знакомый занимается именно самым популярным таким видом приемки. То есть, приходит советчик, я всегда это говорил, что это стоит очень дешево, там, в районе 5000 рублей, грубо говоря. Ну, на обычную квартиру, там, квадратов 50-40. Приходит советчик и говорит, вот здесь плохо, вот здесь плохо, вот здесь померил криво. И все, и просто дает советы собственнику. Собственник, конечно, уже передает все вот эти акты осмотра застройщику и говорит, переделывайте, переделывайте. Они уже там согласовывают, когда, в какие сроки переделывайте. Просто у меня ни одного видео не было, именно вот с такой категорией услуги, экспертности, так скажем. Вот, кстати, да, 30 этажей, по идее, в гостиницах, там прям прописано, что ожидание не дольше, там, столько минут должно быть. 30 этаж могли бы сделать скоростной, чтобы прям в бушах закладывало. Но не сделали, медленно поднимается. О, белые двери. Прям как в больнице. Я думал, без отделки у вас. Ох ты, о-хо-хо, я такой сойдет. О-о-о, она даже не наступает. Жесть. Большой самузел. Здесь складовая получается и... И комната. Торцевая. Ох ты, е-е-е. Тут уже все течет. Деньги, ну это жесть. Копачок. Оно отуваливается. Капец. Оскаленные, вон тут уже что-то зафиксировали. Ну, здесь весьма некие повреждения. Отрезаем. Теплальные, там, да, там много. Сейчас решение социально. Но вы планируете это заставлять, чтобы не переделывали, да? Ну, конечно. Составим от рассмора. Капец. Составишь, что будет обязанно в течение 45 дней все устранить. Ирон, здесь тоже. Епать. Она отваливается, слышишь? Угу. Здесь что-нибудь не промазали. Ну, где-то нормально, а где-то прям пустоты. Там вообще не может пропускать. Слушай, у меня палец почти туда мой худой залезает. Это они трубы покрасили тогда? Да. Слушай, я бы лучше покрасил, серьезно. И разные розетки. А как так? Как ты думаешь, так можно вообще, чтобы разные розетки было? Да, у них проект такой. Ты как петь, бля. Я бы заговнелся. Ну, я в первый раз вижу, что с ламинатом такой был. Сантиметрами нутрины у меня. Нормально? Пойдет. Это типа, ты спросишь, а почему такие эти воздух там? Они тебе скажут, чтобы звукоизоляция была. Не-не-не, чтобы дышала квартира. А, да. Вон, зазорки поставили, эти вещи. Ну, вот они ее поставили. Она болтается. Снизу нет, а сверху болтается. Да, вон она. Это цепляет. Купим место. И как всегда, кучу мусора вот оставим. Что, типа, западловом убрать? Берите за нами. А можно вытереть? Конечно. Уберете и все, что вам? Раздуваете тут проблему. А лампочки вы принесли или не были лампочки? Установлены. И установлены. Молодцы. Болтается. Да, не закреплена рамка. Косяк, да, ведь? Конечно. Вот эти вот, да. Это из-за того, что у них панельки. У них нам эти блоки распределительные какие-то. А это что такое? Силовая? Да. Нормально. Только хвастался, что не падает. Микрофон. Бац, упал. Я просто сказал, что ты занимаешься именно вот такими. Помощью по приемкам, именно совет и строя. Мы показываем услуги при профессиональной приемке квартир в новостройках. Помогаем членам грамотно составить автосмотр, чтобы застройщик в течение закона 45 дней в дальнейшем эти замечания мог устранить. Именно такой уклон делают, что просто как советы, помощь людям, чтобы они знали, на что обратить внимание. Они, допустим, не знают, что это, если плохо закрывается, да, там, окно, то как раз вот Дмитрий скажет. Это косяк, надо записать. И они должны его изменить. И застройщик устранил? У них вот так, если у меня просто все упирается в деньги, типа, верните мне деньги, да, там, за то, что я буду сам ремонтировать, то у Димы именно такой вот большой поток людей. У них именно вот такая самая популярная услуга, что лучше заставить их, чтобы они переделывали. Главное, наверное, составить автосмотр, чтобы застройщик понял, что имеется, что и где исправить. Да, потому что многие не знают, как какой дефект называется, как правильно описать его. И, соответственно, многие жильцы приходят на прием квартиры, которые у них ждали несколько лет, и у них глаза разбегаются, они просто не знают, куда смотреть, а застройщик по времени, к сожалению, ограничивает их осмотр. А, ну да, они манипулируют, так, у вас час, то есть с чего это он взял, в договоре в ДДУ нету, в 10-14 ФЗ нету, в ЗОПе нет этого, а он взял час у вас, да? И ты такой, а, быстренько, так, все, надо быстрее успеть, люди же ведутся. А еще, знаешь, такая фишка, они приходят, это их новая квартира, у них уже здесь планы, как ремонт, как что купить, и они. Да, они ходят и думают, куда поставить, сюда, куда поставить диван. А на эти косяки у них как-то так, ну, увижу, значит, увижу, нет, значит, нет. Вот, уже пошла трещина на углу. Там тоже что-то неровное. Разный цвет, блин, краска. Перепады какие-то. Не приклеено, ну, это просто тупо не приклеено, должны были приклеить. Это тоже какая-то херня, я не понимаю, что вот так вот желтое, это что нормально оставляет? Здесь, тут, наверное, текло. Сырость была. Ох, тоже, вон, окно все. Все протекало, елочки, моталочки. Слезы косячем. Это все надо будет стирать, вытирать, менять, я даже не знаю. Как ты думаешь, это под замену или это можно будет отмыть? Нет, нет, это отмыть можно будет. Просто химия какой-нибудь. Текло, скорее всего. А это последний этаж, не знаешь? Нет, последний этаж. Нет, не последний этаж. Нет, не последний этаж. О, они все затекло. Здесь прямо на стекле какая-то штукатурка. Капец, она еще не отваливается. Это ее надо химическим чем-то, физически так, отковыривать чем-то, портить стекло. Усадочная трещина. А, это усадка, да? Да. Ну, вот здесь оно вот так вот все пошло. Во всех уголах. Там и здесь вот это даже где? А, вон, внизу. Это что такое вообще? Там коробка, трасса под кондиционером. Здесь, видимо, был полозок соседям. И они заклеили заплаткой просто обойной. Ну-ка, фонарик убери. А, тоже едем все равно. Да, чувствуется, что под нами ничего нет. Вот он, круглый контур. Это надо будет еще зимой проверять, наверное, промерзание. Вдруг там какая-нибудь херня. Ну, да, летом невозможно проверить. Это же фильмов такие. Помнишь, в туалетах они садятся, а там дырить. Клевая, да? Вот она. Внизу здесь, на углу, прям. Мы идем, идем, и на руку уже полтора сантима. Разница. Сантим. Да? Да, 13 миллиметров. Перемонтировать, мне надо, асимулировать. Закрепить? Переделать, закрепить. Апламинат щели. Он не разошелся. Это они перегрели. Тут уже отметили прям брак. О, болтается дверь. Ох ты, ёх ты. Нормально тут. Нахерачили. Они вон на пену. Это говно, да? Ну, конечно. Я тоже показал, что все скрывать, ставить нормальный бортик, чтобы вода стекала сюда. Ну, я, кстати, первый раз вижу, что пена была монтажная тут. Ну, вон, конечно, они нахимичились, сука. Мне кажется, только я так могу, бля. Тоже болтается, нахер. Ёпать. Вот они говня. Взял ли электрички, а не водные, значит, там протечки не будет, как минимум. Насчет удобства не знаю. Это вон болтается, да? Понятно. Здесь в прошлый раз мы смотрели говно. О, как и положено. Говняшечки. Причем здесь вон уже засрада тоже. Зассаная, блядь. А тут я, мам, заметил, если ты не видел, но и здесь снизу спокнуло. Дим, посвяти, пожалуйста. Тут такое дело, короче, там они шуруповерт забыли в этой херне. Да, точно, ты чем нормальный, слышишь? Замечание или это? Че? Вообще, ух ты, псих. Ну, кто это? Макита, нет? Нет? Нет. Нет. Я думал, Макита какая-то. В общем. Борт. Здесь тебе нет. Нет, нет, да? Здесь нет. Смотри-ка. Вообще нет. Прям ноль? Ноль. Без вентиляции эксплуатация квартиры вообще запрещена. Вентиляция работает? Просто из-за того, чтобы она будет. Тоже нет. Тоже нет. Я гальцов стоит. Ё-моё. Я тебе не посрать теперь. Да. Ну, если это протечка, но видите, тоже в углу есть. Да, нет. Вот, видите, перекрасывает вот. Да, да, да. На этом приемка закончилась. Все. Что там было дальше, я не знаю. Чем это все закончилось, я тоже не знаю. Но вот зачем я это все сделал. Я хочу вам сейчас рассказать плюсы и минусы вот такой вот приемки, которую вы только что видели. Но перед такими важными итогами я выражаю благодарность Дмитрию. Вот этому самому вот приемщику и его компании Андерсон за сотрудничество. Вот в данном сюжете. Какое-то время назад я пытался, пытался, честное слово, пытался помогать сиротам получать квартиры. Получать квартиры не просто так, каким, каким всучили, да, а естественно приглашать какого-то эксперта, который зафиксировал бы яркие, сильные отклонения, отклонения по площади. И чтобы можно было сразу их как-то зафиксировать и предъявить претензию. И вот Дмитрий согласился бесплатно в таких случаях приезжать помогать сиротам. Большое тебе спасибо, Дмитрий. Успехов твоему бизнесу и процветания. И самый последний важный момент перед тем, как я расскажу все плюсы и минусы. Хочу, чтобы вы точно осознавали, это не экспертиза. Как я и говорил ранее, это просто какой-то такой профессиональный эксперт-советчик. Поэтому все, что связано с экспертизой, это не сюда. Ну а теперь вроде бы все. Можно приступать к анализу, к плюсу и минусу. Плюсы. Первый плюс. Если вы приходите на объект, принимать квартиру, вы понятия не имеете, нормы, санпины, госты, правила вот этих всех стройок. Вы даже не знаете, а косяк это или нет, отклонение это или нет, недостаток это или нет. Вот как раз такой вот специалист знает точно, где отклонение, а где нет. И точно сможет отобразить и передать вот эту всю информацию застройщику так, чтобы они поняли и переделали все. Второй плюс. Очень дешевая услуга. Это реально дешевая услуга. Примерно по рынку она стоит около 5000 рублей. Третий плюс. В связи с тем, что это очень дешевая услуга, эта услуга самая популярная на рынке приемки новостроек. Реально, вот по моему опыту, по моим подсчетам, примерно 90% из всех дольщиков, которые принимают квартиру, не просто так, ну как дали, так и примем, а хоть как-нибудь серьезно относятся к этому вопросу. Вот 90% из всех таких людей как раз вот пользуются вот этой вот услугой. Четвертый. Финальный плюс, по моему мнению. Отсутствие каких-либо трудностей с организацией вот такой вот приемки. Не нужно никаких заблаговременных уведомлений застройщику. Не нужно как-то это все согласовывать. Не нужно готовить документы, потом разбираться, потом идти в суды и так далее. Ничего этого не нужно. Никакой документации, никаких проблем и хлопот. Все очень просто. Алло, приходите, такого-то числа, пришли, сделали, до свидания. На этом по плюсам все. Теперь минусы. Первый огромный жирный минус. Вы пригласили такого приемщика. Он к вам пришел. Вы заплатили деньги, 5000 рублей. Он зафиксировал все недостатки, передал застройщику. Вы согласовали застройщикам 45 дней, чтобы было не больше, чем в законе прописано. Кстати, с самолетом это будет 90 дней. Они так захотели, они имеют право видать. И вот по истечению 45 дней, там условного месяца или 90 дней, вы опять приходите на ту же самую приемку. Понимаете? Все то же самое опять, заново. Это уже большой минус. Так это еще не все. Естественно, чтобы опять приходить, естественно, вам нужен опять этот же самый эксперт. И вы опять прибегаете к этой услуге. И естественно, опять платите 5000 рублей за то, чтобы зафиксировать все ли недостатки исправлены и есть ли еще какие-нибудь. И поверьте моему опыту, еще ни одного, ни один раз, ни один дом, ни одна квартира, не было такого, что застройщик все исправлял. И когда вы приходите второй раз, то все исправлено. Не было. Исправляется не все. Иногда 10% от всех косяков. Иногда половина в лучшем случае. Но не все. Конечно, тогда приходится опять все фиксировать, опять составлять вот эти акты осмотра, фиксировать все недостатки. И опять передавать застройщику требования об исправлении этих недостатков. И опять проходит условный месяц, там или 45 дней, и вам опять нужно приходить на эту приемку. И вы опять приглашаете специалиста и опять платите ему 5000 рублей. В итоге услуга стоит уже не 5, а 15, если 3 раза. И естественно, вам уже надоест вот эта вся ерунда. И даже если останутся какие-то недостатки, вы скажете, да бог с ними, пускай уже давай, я уже не могу ждать месяцами этого всего, мы принимаем как есть. В итоге результат еще хуже, чем было бы раньше. Второй минус. Это не экспертиза. Никаких официальных, правильных документов с названием строительная, техническая экспертиза вы не получите. Даже простого какого-нибудь документа, листочка бумаги или заявления, типа там, тут нарушены СНИПы и ГОСТ, вы тоже не получите. А даже если и получите, вот допустим попадется вам нормальный такой вот специалист типа Дмитрия, который пойдет на все ваши требования, и напишет от собственной руки, вот типа нарушены такие-то, такие-то СНИПы, ГОСТы, и печать поставит от организации, и подпись свою, то все равно в суде это не сыграет важную доказательную часть. Потому что экспертиза правильно должна происходить совершенно по-другому. Для этого нужно посылать уведомления к застройщику заблаговременно, для этого нужны дипломы, лицензии, для этого нужна поверка инструментов, калибровка инструментов, специальные инструменты, и все это надо правильно оформить. Там очень-очень много и трудно всего. Вот только такие вот эксперты суды примут и скажут, да, в данном случае вам там положено столько-то, столько-то там убытков компенсировать. В этом случае такой экспертизы не будет, это не экспертиза. Третий минус. Никаких денег за недостатки от застройщика в данном случае вы не получите. При такой приемке квартиры, при такой вот услуге, вы фиксируете только недостатки и просите только застройщика их исправить. Все. Только так, по-другому никак. Поэтому если вы после приемки квартиры собрались квартиру продавать, ну, как инвестиции у вас были, или делать ремонт для себя классный, качественный, или сдавать вообще, чтобы арендаторы убили ее, то вот эта вот вся движуха, она была зазря. Да, и косяки исправили, ну и что? Ну вот и что от этого? Да, вы ждали пару месяцев, и ничего толком не изменилось. Все так же будут убивать, все так же вы будете сами это ломать, или просто продадите кому-нибудь на другому человеку. Это все было зря. На этом, пожалуй, все с минусами и плюсами. Ну, а теперь общий вывод из всего увиденного и сказанного. Если вам нужна какая-то финансовая выгода, если вы хотите забрать зря переплаченные свои деньги обратно у застройщика, и вы умеете считать, то вам не стоит делать вот именно такую услугу. Вам лучше сделать одну нормальную экспертизу, пускай она в 3, в 4, в 5, в 10 раз дороже, но нормальную экспертизу. А далее идти в суд за компенсацию всех вот этих вот предстоящих убытков. В среднем по Москве строительная экспертиза стоит примерно от 20 до 50 тысяч рублей. И по моему опыту не было еще ни одного объекта, ни одной квартиры, где застройщик сделал бы все идеально классно. Нигде не было. Везде где-нибудь да есть косяки. Поэтому если придет настоящий эксперт, все как положено сделает и зафиксирует хотя бы один, хотя бы один маленький-маленький косяк, то все расходы в связи с этим, и с косяком, с этим, с недостатком, и с экспертизой должен компенсировать застройщик. Ну а если же вам неохота заморачиваться со всеми этими экспертизами, подготовкой, все правильно сделать, потом судиться, разбираться, если вам неохота, то, конечно же, вот такой вариант приемки квартир для вас будет самой классной и окажет для вас колоссальную поддержку. Как говорится, дешево и сердито. Все. На этом вроде бы я все сказал. Есть, конечно же, еще уйму, массу различных вопросов, проблем, разных ситуаций, но это все в следующих роликах. От вас же я хочу, естественно, благодарности за мои труды и старания, за то, что я все вот наши внутренние вопросы, фишечки, плюсики, все вытаскиваю внаружу, так скажем, и показываю вам. Естественно, поставьте лайк, напишите комментарий. Быть может, есть какие-то вопросы, которые вам интересно услышать в будущих роликах. Обязательно пишите комментарии. Я все читаю, все смотрю, даже иногда отвечаю. Ну и не забывайте делиться с другими дольщиками, с другими людьми, кто купил новостройки вот этим вот видео. Пусть это видео будет для них полезным. Ну и я в итоге надеюсь на то, что там через год, через два, через три ситуация, рынок с новостройками полностью кардинально изменится. Я смогу этого добиться только с вашей помощью. От этого будет всем только хорошо. И вашим, и нашим. Всем хорошего настроения, до встречи. И напоследок хотел сказать, нахрен не нужны вам эти новостройки. Не связывайтесь. Лучше без этого всего. Пока.